ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ ТЕМА ДНЯ В незаконном обогащении. Он очень резко поговорил с депутатами, с ультиматумами и требованиями. Если позволите, я такое непарламентское ображение применил, скажу, что по моим наблюдениям депутаты подофигели. Так же, как и министры, потому что с ними до сих пор ни один президент Украины в такой риторике не разговаривал с таким количеством ультиматумов и требований. Поэтому они перешептывались, смотрели удивленно. И они пока не знают, что ожидать, ровно как и я на 100% этого не знаю, потому что Зеленский продемонстрировал очень жесткую риторику. А вот есть ли за ним реальная сила в подкреплении этой риторики, пока это не на 100% очевидно. Это будет ясно в ближайшие дни, в ближайшие недели. Николай, а вот что, извините, перебиваю, что вы имеете в виду, есть ли за ним реальная сила? То есть вы имеете в виду, разумеется, не юридические полномочия президентские, которые у него с сегодняшнего дня есть, поскольку он прошел инаугурацию. А вот какую силу вы имеете в виду? Я имею в виду, во-первых, и контроль над медиа тоже. У Зеленского сейчас контроля над медиа нет, в то время как его предшественник Петр Порошенко фактически взял под контроль почти все средства масштаба. Извините, но есть контроль над медиа у его серого кардинала, который маячит у него за спиной. Все знают, о ком идет речь. Ну, во-первых, если вы имеете в виду Игоря Коломойского, у него не так уж и много активов. Ну, там 1 плюс 1, там некоторая часть контроля над 24 каналом. Ну, в общем-то, контрольного пакета нет и приблизительно. Во-вторых, непонятно, какие сейчас отношения между Зеленским и Коломойским. Во всяком случае, судя по риторике Коломойского, он сейчас Зеленскому скорее вредит. Поскольку я не решился бы назвать Коломойского дураком, он и шахматист неплохой, и в бизнесе много, скажем, успешных провел операций, то, скорее всего, если он навредит Зеленскому, значит, он делает это, наверное, умышленно. И поэтому, скорее всего, между ними черная кошка уже пробежала. Кроме того, мы не должны забывать, что Порошенко остается миллиардером. В некоторых случаях он неформально пользовался своими деньгами, потому что у него было больше связей внешних. То есть, нормальные люди, дорываясь до власти, начинают воровать, а он как бы еще свои докладывал? Вы это хотите сказать? Ну, скажем так, я сейчас пытаюсь юридически так сказать, чтобы нельзя было ко мне придраться. Значит, нет никаких оснований предполагать, что Порошенко не вкладывал, то есть, руку не запускал в кормушку и не пользовался благами власти. Но в то же время он просто был фигурой достаточно богатой, достаточно тяжелой, в некоторых случаях мог что-то внести для того, чтобы потом вынести. Что касается, говоря уже возвращаясь к Зеленскому, то он просто фигура на данный момент полегче Петра Алексеевича. То есть, у него пока не хватает ни контроля над медиа, ни там групп влияния. Поэтому, вот чисто с юридической точки зрения, Украина парламентско-президентская республика. То есть, у президента полномочий достаточно много, но все-таки он как бы не глава государства. По факту, при Порошенко, как и до него при Януковиче, президенты становились полновесными главами государства. Но вот получится ли это у Зеленского, я думаю, что скорее да, чем нет. Но, тем не менее, вопрос остается открытым. По сути, мы имеем сейчас несколько центров власти, то есть, ну, такой себе четырех, может быть, даже пятиугольник. То есть, ну, однозначный четырехугольник. То есть, мы имеем вот нового президента Украины Владимира Зеленского. Мы имеем Петра Порошенко, который ушел с кресла, но очень много у него осталось денег и ресурсов. Мы имеем Юлию Тимошенко, которая показала высокий результат на президентских выборах и надеется показать еще лучше на парламентских. И мы имеем министра МВД Арсиана Авакова, тоже фигуру очень тяжелую. Ну, если уже дальше продолжать, может быть, и Юрий Бойко может там составить конкуренцию, но вроде бы он сейчас послабее. И поэтому из этих четырех центров влияния, вот однажды шестой чемпион мира по шахматам Михаил Ботвинник, после того, как сыграл ничью известный матч с Доридом Бронштейном, то сказал, что я теперь как бы не первый в шахматном мире, а вот первый среди равных. Так и тут возникает пока вопрос, Зеленский станет первым человеком в украинской политике, он станет первым среди равных, или, может быть, он вообще первым не станет. То есть, пока мы видим жесткую риторику и не на сто процентов понимаем, чем она в реальности подкреплена. Николай, ну хорошо, жесткая риторика – это здорово, а вот все восхищенно пересказывают речь Зеленского, очень многим гражданам она понравилась, там были замечательные обороты. Что вам понравилось в этой речи? Или не понравилось? Ну, мне, во-первых, понравилось, что он сконцентрировался, в том числе, на том, что для него приоритет закончить войну на Донбассе. То есть, сейчас все здоровые люди, в общем-то, мечтают о завершении войны. Но говорят, что Порошенко начинал с этого же, то он тоже декларировал окончание войны на Донбассе. Ну, он немножко по-другому, более агрессивно декларировал. Он говорил, что война закончилась за несколько дней, то есть, военной победой. Зеленский все-таки более завершенный. Потом Зеленский, ну хотя бы иногда переходил на русский язык. Лично я, хотя и очень люблю украинский, но мне не нравится, когда, скажем, запрещают все остальные языки. Поэтому то, что Зеленский, по крайней мере, иногда применяет русский, ну мне это приятно. Ну и вот его, ну не все его заявления мне понравились. Например, вот Роспуск Рады, но я не уверен в целесообразности, потому что за два месяца будет очень скомканная, очень беглая избирательная кампания. Будет неясно, как формировать список того же Слуги народа. То есть, мы какие-то получим очень странные выборы, я бы досрочные не проводил. Да, но если не проводить досрочно, то могло бы получиться, что возникнет определенное разочарование в его действиях. И тогда бы он, извините, раз уж мы применяем непарламентские выражения, он бы пролетел, как фанера над Парижем. Потому что в данной ситуации, вот если сейчас выборы произойдут, в ближайшее время, как бы по инерции за него народ еще проголосует. Ну, я не думаю, что он прямо до осени бы пролетел, как фанера над Парижем. Если бы он делал то, что ждут от него люди, то, в общем-то, его рейтинг бы оставался высоким. Ну, хорошо, допустим. Ему более выгодны там выборы через два месяца. Но кем наполнять партию Слуга народа? То есть, сейчас на данный момент партия, по сути, существует только на бумаге. И он рискует включить туда политиков, которые будут как флюзеры на ветру. То есть, если они увидят, что король ослаб, а Келло промахнулся, то тогда, соответственно, они очень легко переметнутся. Потому что адекватных 10-20 человек, 50 в его списке просто нет. Поэтому он тут тоже сталкивается с довольно серьезными рисками. Ну, кстати, противовеса довольно мало его указу. Потому что, собственно, большинство основных игроков готовы к досрочным выборам. Готов и Петр Порошенко, который опасается юридического преследования и хотел бы получить депутатскую неприкосновенность. Готовы и Юлия Тимошенко, потому что 2014 год был для нее кризисным. Она только-только освободилась из неволи. И в итоге она показала в 2014 году на парламентских выборах очень скромный результат, там чуть больше 5%. И у нее оказалась самая маленькая фракция в Верховной Раде. Вполне очевидно, что теперь у нее фракция будет 2,5-3 раза побольше. Поэтому как бы она тоже готова. Готов и Юрий Бойко. Ну, единственный человек, которому явно не нужны досрочные выборы, это Арсен Аваков. Ну, в общем, большинство центров силы политической, вроде как и даже если там Порошенко сделает какое-нибудь заявление противоположное, что он там не хочет досрочные выборы. Но на самом деле практически все готовы. И многим досрочные выборы удобны, потому что уже моторы прогрели на выборах парламентских. И не слишком много будет денег стоить с уже прогретыми моторами пробежать еще 2 месяца досрочных выборов. Николай, но если вы говорите, что все готовы, что Юлия Тимошенко рассчитывает увеличить свою фракцию, Порошенко рассчитывает тоже на определенный успех. То есть все готовы, то тогда у меня вопрос чисто, скажем так, математический. А от кого тогда слуга народа откусит своих избирателей? Ну, во-первых, я не сказал все-таки, что все готовы. Я сказал, что готовы все основные игроки. То есть, например, радикальная партия Олега Ляшко и самопомощь Андрея Садового, на мой взгляд, меньше готовы, рискуют пролететь. Но вот основные тяжеловесы готовы. От кого будет откусывать слуга народа? Ну, наверное, от тех же, от кого откусил кандидат президента Зеленский. То есть на востоке, по сути, откусывают у такой партии, как ОПЗЖ и оппозиционного блока. На западе тоже будут откусывать и в центре. То есть, по сути, Зеленский получил очень много голосов политиков, разочаровавшихся в ряде партий. И теперь возникает вопрос, вернутся ли эти голоса к партиям, от которых они были забраты. У Тимошенко много голосов, там, у ОПЗЖ, у еще ряда политических партий. Или, может быть, эти голоса вернутся к их более устоявшимся владельцам, и Зеленский все-таки в рейтинге успеет за эти два месяца потерять. Ну, скорее всего, действительно, партия слуга народа наберет не менее 25%. Даже по некоторым оптимистическим прогнозам некоторые эксперты называют цифру 45%. В общем-то, есть некоторый повод для оптимизма, потому что в Украине практически нет политических партий классического типа. И, по сути, очень часто партия набирает столько, с какой рейтинг у ее лидера. Мы увидели, что у лидера рейтинг высокий, значит, соответственно, и партия может показать высокий результат. У Зеленского основная проблема другая. Опять-таки, кем наполнить свой список? И по какой системе проводить выборы? Сейчас тоже идут споры. Зеленский потребовал пропорциональную систему с открытыми списками, но далеко не все с этим согласны. Но у него еще проблема, что нету партийных очерек на местах. То есть, очень же важно работать на уровне городов, поселков. То есть, вот этой структуры у него просто отсутствуют. Ну, скажем, какие-то все-таки у него люди есть, которые контролировали итоги выборов президентских. По сути, на его стороне играл, например, министр МВД Арсен Аваков, не давая фальсифицировать выборы. Ну как, Аваков оставался достаточно взвешенную, занимал позицию. Но, по сути, поскольку у Порошенко была единственная надежда на фальсификацию, то, не давая фальсифицировать, до факта он выступал на стороне Зеленского. Так что, по крайней мере, на президентских выборах было большое количество волонтеров, поддерживавших Зеленского. И мы, в том числе, эксперты, вот многие недооценили уровень его поддержки среди этих волонтеров. Значит, что-то у Зеленского все-таки есть. И плюс сейчас, когда он уже победил, тоже, наверное, ряд сил его поддержат. Поэтому как-то он покроет все-таки избирательные участки. Не идеально, но, наверное, и без явного провала. Николай, теперь вопрос к вам не как к политологу, а к политическому консультанту, а как к юристу. Какова юридическая структура? Вот сейчас объявлена о распуске парламента. Значит, в какой момент президент Украины может, вот вновь заступивший, может начать формирование правительства? Он может это делать до парламентских выборов, или он обязан ждать парламентские выборы? Он может несколько должностей назначить по согласованию с Верховной Радой. Это должность главы СБУ, это должность министра иностранных дел, главы Национального банка Украины, еще там несколько достаточно вкусных портфелей. То есть у него есть возможность назначить несколько кресел занять, а весь Кабмин он сможет сформировать в том случае, если в уходящей Раде уже успеет сформироваться коалиция под новоизбранного президента, если все-таки будет новая коалиция. Но поскольку Верховная Рада уже распущена, то сомнительно, что будет новая коалиция, поэтому по факту Зеленский получит контроль над несколькими креслами, но весь Кабмин, ну по крайней мере юридически, у него оснований нет переформировать. А премьер остается? Да, премьер, по идее, должен остаться. Но в крайнем случае он может, если Верховная Рада будет распущена, то, возможно, премьер будет в статусе исполняющего обязанности. Но в украинских реалиях в таком статусе иногда можно и годами сидеть, поэтому функционально это ни на что не повлияет. То есть нет такого жесткого требования закона, что избирается новый президент, он принимает инаугурацию, и премьер-министр вместе со всем правительством подают в отставку. Скорее досрочные выборы создают предпосылки для того, чтобы премьер-министр подавал в отставку, но опять-таки он может остаться в статусе исполняющего обязанности. То есть от того, что он подаст даже в отставку, то есть нет необходимости ему уходить со своего кресла. Ну вот мне, например, запомнилась из речи Зеленского его хорошая фраза о том, что я призываю вас не вешать мои портреты на стенах, а вешайте портреты своих детей, и прежде чем принимаете какие-то решения, смотрите им в глаза. А как вы думаете, для красного словца или в этом что-то есть? Ну я думаю, что это правильно, в том смысле, что действительно зачем нужны портреты президента, в общем, собственно, в кабинетах. Мне кажется, что это некий анахронизм, там их действительно быть не должно. Что касается детей, то тут можно рассуждать двояко. С одной стороны, это можно расценивать, что смотрите в глаза детям и поступайте честно, с другой стороны, дети-то бывают разные, тоже деньги любят. И может, посмотрев в глаза детей, возникнет желание что-то побольше украсть, чтобы купить, например, сына 18-летнего Мерседес погонять. Поэтому тут, смотря как еще трактовать, я был во многих кабинетах, например, депутатов Верховной Рады, и там самые разные вещи у них висят на стенах. Но я скажу, что очень многих депутатов на стене висит их любимый собственный портрет, без детей, без никого. Вот просто вот почему-то депутаты свой портрет крупным планом на стену висят. Это высший пилотаж, такого я не видел. Именно свой личный, это замечательно. По-моему, это прекрасно. Не, ну вот в кабинетах украинских политиков это очень часто. Наверное, если портреты будут детей, то, может быть, это чуть более адекватно. Но, опять-таки, очень часто дети политиков становятся достаточно типичными мажорами, и поэтому, опять-таки, тут теоретически посл правильно, а на самом деле, в общем, тут можно его трактовать по-разному. Но то, что президентские портреты, я надеюсь, что услышат чиновники и не будут все-таки вешать президентские портреты, потому что, вот, насколько я понимаю, в цивилизованных странах мира, ну, вроде как, это не везде принято. Как там у вас в Израиле премьер-министра портрет висит на стенках? Да, в общем-то, нет. Но в кабинетах министров, по-моему, точно не висят. И депутатов Кнессета. А вот так, ну, бывает, знаете, в школах, ну, в школах, как бы положено, и премьер-министр, президент там вешают. Но это, как бы, больше информационная, так сказать, составляющая. Ну, в Великобритании, насколько я знаю, висят портреты королевы. Ну, это, как бы, понятно и объяснимо. Спасибо, спасибо, Николай. Ну, еще раз поздравляю вас с новым президентом. Ну, и желаем успеха и процветания в Украине. Всего доброго. Спасибо. И вам все равно. Дорогие друзья, программа «Тема дня». Переходим к следующей теме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова